Впервые в практике Дней здоровья проводилось пульсоксиметрии и обследование на смокелайзере. Специальные исследования для курильщиков, помогающие выявить, насколько их организм подвержен кислородной недостаточности. Мне просто было интересно проверить себя на курении. Я не курю, но было интересно. Сначала нам на палец надевали какую-то штуку, чтобы проверить. Потом мы дули в трубочку и там уже говорили, сколько в нас обидержится никотина. Смокелайзер – прибор для определения концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Он специально предназначен для использования в области медицины, занимающейся проблемами курения. Оказывается, кислородным голоданием страдает немало молодежи. И это обследование – еще один повод задуматься о непоправивом вреде, который наносит организму никотиновая зависимость. У нас есть такая табличка, по которой можно определить, на сколько процентов человек дышит. Есть некурильщик, то есть есть допустимый процент в организме. Есть легкий курильщик, есть курильщик. Есть у нас также как бы пассивные курильщики. День здоровья в Центре медицинской профилактики посетили 553 анапчанина. Всего было проведено более 2000 консультаций и обследований. Вели прием 18 врачей – терапевт, невролог, эндокринолог, лорг, кардиолог, офтальмолог, педиатр, медицинский психолог, социальный педагог и другие. Все желающие могли измерить давление, рост, вес, провести экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови, УЗИ-диагностику, обследовать сердце на кардиовизоре. Я сюда пришла обследоваться, но оказалось, что у меня анализы хорошие. Вот, например, сахар 4,6, так что это как у молодой. И давление 120 на 70. Электрокардиограмму прошла, терапевта прошла, невролога прошла. Очень хорошее отношение врачей, доброжелательное. Очень много рекомендаций сказано, очень полезная информация. Серьезную помощь в организации мероприятия оказали студенты медицинского колледжа. Проводили анкетирование, раздавали профилактические буклеты, регистрировали участников. День здоровья посетила молодежь Анапы. Школьников освободили от учебных занятий, чтобы все успели пройти обследование у каждого врача. Конечно, школьникам нужно, потому что все-таки вдруг выявляются какие-то патологии, которые будут в 30 лет, допустим, как рак или как другие разные заболевания. То есть это достаточно важно, и не только взрослым, но еще и детям. Во время Дни здоровья в Анапе уже спасены десятки жизней анапчан. И выявлено на ранней стадии много серьезных заболеваний. В проценте выявляемости где-то около 10-15% впервые всегда обнаруживают те заболевания, о которых люди даже не знали. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, выявляется у нас сердечная патология на кардиограмме, на УЗИ выявляются иногда кисты, заболевания внутренних органов, щитовидная железа. Поэтому достаточно часто мы выявляем именно те заболевания, которые дальше нужно лечить и состоять на диспансерном учете. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, курс Дни здоровья на курорте будет продолжен в сельских округах.